всем привет сегодня хотел поговорить о доработке аппарат я в аппаратуре радиомастер тх16 которая предусмотрена заводом-изготовителем что она себя представляет и как это сделать я вам скажу в этом видео если вы летаете на квадрокоптере там скажем в акр режиме только то здесь бы ничего вообще не переделывал но если же вы летаете на квадрокоптере там на самолете на крыле с полетным контроллером где вы выставляете разные полетные режимы то зачастую вот этого трехпозиционника чтобы назначено было на одном тумблере но не хватает и начинаете предназначать еще дополнительно на другой по логике вещей бы как бы вот этот очень удобно было бы переключение пальцем но когда вы в маске летаете там шлеме бачках ну блин ребят не то что на одну кнопку попасть еще надо понять какая она из них тут одним пальцем на 2 сразу пойдешь как бы и я и хочу вам рассказать как бы произвести замену вот этого шести позиционника и чтобы было это удобно бы в полете переключать плюсом все наверно неоднократно назначают arm design вот этот тумблер двухпозиционный честно сказать у меня уже было неоднократно что модель прямо в полете я отключал то есть design делал просто случайно назначат на этот тумблер там грубо говоря ты путаешься и происходит это и на эту сторону как бы я стараюсь вообще не назначать ничего даже над этот тумблер вообще ничего здесь еще и там автотримирование такой возврат домой еще можно назначать но тем не менее я лишний раз не хочу так вот вот этот шести позиционник их можно использовать целых два штуки в данной доработке для этого нам понадобится вот такой вот переключатель шести позиционный но если не ошибаюсь на данную аппаратуру можно ставить и 8 позиционной то есть от двух положений до восьми называется он sr-16 вот сразу хочу сказать вот этот диаметр нам потом нужен будет он 8 миллиметров я взял сразу два таких вот переключателя ну и сразу если полезу в аппаратуру конечно их сразу и поставлю не по одному по два крутилочки обычный к ним не знаю с какого перепугу я заказал золотые лучше перзял обычный серебряный по цвет аппаратуры все остальное потом нам понадобится пару вот таких разъемов но я взял сразу 10 штук вот это у нас идет 6 125 5 пиновый ну длина их 20 посмотрим хватит не хватит если что можно заказать подлиннее и на нам понадобится резисторы на 1 и лавом схема подключения довольно таки простая на шести позиционник и вот здесь находится центральная ножка значит что для этого надо вам так наглядно подскажу вот на шести позиционник центральную ножку обозначаем и пять ножек еще раз два три четыре пять каждой ножке мы припаиваем резистор номиналом один килоом вот так это делаем и припаиваем к нашему разъема джисти 125 зарисованного ну пускай здесь будет одна ножка у нас желтая черная там красная но главное что вот это желтая там грубо говоря обозначили сразу скажу желтую мы паяем на вот эту центральную ножку в эту крайнюю сюда а эту сюда все больше здесь ничего не надо там ну как сами видите все элементарно в нашем пути также есть разъем дополнительный он идет пяти пиновый мы начинается отсюда 1 5 мы сейчас разберем аппаратуру я вам покажу нам по сути надо от 3 до 5 здесь получается у нас вот выходит грубо показываю что вот это у нас переключатель с резисторами здесь идет соединение его а вот здесь переключение как бы на этом все если он находится если вы разоберете аппаратуру грубо говоря стиками будет вниз то вот этот вот разъем это есть потом подключение в настройке аппаратуры как выделяется x1 это с правой стороны с левой будет x2 как бы все сейчас наглядно это вам продемонстрирую чтобы разобрать аппаратуру вам будет необходимо снять вот эти вот резиновые проставочки с двух сторон и выкрутить раз два три четыре винта здесь и два здесь предварительно вытащив вот этот вот разъем ну либо когда разберете тогда будет проще вытащить вот так вот выглядит все в спаянном собранном состоянии хочу добавить у нас тут получается пять проводов идет два из них лишних не надо их сразу там удалять убирать может они даже дальнейшем нам пригодятся просто откусываете законцовочки и вообще надеваете вот такую термоусадочную трубку чтобы у вас тут как бы была аккуратная косичка они растрепанность и просто заправляете вот эти два крайних и зажигалка там или этим же паяльником погрели это все притянулось значит что касается пайки здесь один есть нюанс по поводу распиновки как говорил что нам нужны всего три проводка вот в моем случае получилось то что это красный центральный черный и крайний желтый не так как я вам зарисовывал это все конечно можно переставить вот эти два крайних желтый черный с собой но я не стал лишний раз здесь что-то трогать вытаскивать получается у нас по краям будет желтый красный центральный черный вот он наглядно вам продемонстрировал и еще такой момент значит откуда начинать паять здесь очень много множек вот здесь лишние остались если присмотреться вот здесь вот скажем так ключик есть вот от него начинается 1 2 3 4 5 6 7 8 то есть это восьми позиционный вообще должен быть ну его сделали 6 как заказывал на алиэкспрессе кстати ссылки все будут в описании под видео вот и начинаем от единички паять вот она единичка первая ножка и пошли 4 резистора напаиваем по краям желтый красный проводок центральный черный разобрав аппаратуру мы видим два свободных коннектора справа один и слева на один как говорил по нашей схеме вот и получилось а нам нужна 3 4 5 ножка и с этой стороны слева 3 4 5 ножка ну и соответственно я уже здесь разрисовал как вот у меня идет центральный черный красный с края желтый во внутрь 3 немножко также и здесь все симметрично что касаемо установки наших шести позиционик будем их устанавливать вот здесь вот 1 место и 2 нужно так вам будет примере чтобы не мешались ни нижним тублером не боковым посверлить отверстие диаметром 8 миллиметров ну здесь смотрите аккуратно чтобы как бы не повредить ничего я так думаю что по центру будет отлично после того как вы рассверлить и получилось отверстие 9 миллиметров не получилось короче мне сместить куда-то в центр или вниз все равно попадает на буквы выглядит законченный вариант уже вот так вот резисторы к верху мы с этой стороны и да забыл пояснить что вот этот вот язычок который тучит его надо просто срезать аккуратно канцелярским ножом дабы наш тумблер шести позиционный плотно прилегал корпусу нашей аппаратуры как бы посверлили установили переключатель надели колпачки остается нам только разъема подключить и все значит напоминает и x1 как говорил что черный вот у меня получился средняя ножка на переключает ли окрас на желтый крайние точки также здесь получилось здесь у нас будет x2 аккуратно прокладывайте кабель план там можно стяжечкой где-то притянуть и собственно все собираем аппаратуру и теперь делаем настройку нам остается только подключить программа есть так теперь заходим программное меню или ставим вот сюда вот и мы находим вот она и x1 x2 нажимаем здесь но она написано то есть отключена или ставим мультипозишн свитч и также выходим берем 2 но он включаем мультипозишн свитч мы нам необходимо все откалибровать нажимаем enter и он нам предлагает выставить все центральное положение наши все тумблера возможные слайдеры и наши крутилки и также необходимо наши переключатели переключить среднее положение то есть у нас уже раз позиция 23 раз позиция как сейчас вот еще раз позиция 23 все нажимаем enter а теперь необходимо нам пройтись по крайним точкам делается таким способом также все эти тумблера слайдеры наши и крутилки и также наши шести позиционники как бы на этом дело все выходим после по калибровке для проверки допустим мы зайдем в меню модели выберем миксер и допустим свободный канал у меня есть 9 нажимаем и отсос если мы обычно как раньше пользовались нажимаем туда автоматически определяется от лучше здесь это сделать вручную и ищем ищем тогда x1 этот разъем x1 сохраняем и смотрим вот сюда крайнее сейчас положение раз два получается три уже 45 то есть центральная два крайних и вот если мы нажмем 6 нас происходит такая вот ерунда и и все это в автомате получается 6 позиционник наверно здесь не получится сделать но вот либо 7 позиционно надо ставить не знаю честно ну на пять позиции очень удобно получается мы выходим и допустим 10 канал также вручную быстро нашли вот x2 сохраняем выходим мы смотрим вниз и уже жмем точнее поворачиваем эту рукоятку раз два три четыре пять шестой то же самое поскольку значит все таки шести позиционный не получается сделать 5 точно так что эта система очень удобная допустим 5 режимов полетных вы взяли и управляете таким переключателем а здесь но такой можно двух позиционный взять и место arm design модели делать очень удобно то есть вы тумблер никогда не заденете там ну в общем система рабочая друзья если вам надо советую то есть ничего проблематичного нету ссылки в описании будет на эти элементы на этом все